Калина или Россия, всем привет, меня зовут Макс Прайм, сейчас идет война, сейчас обратно стреляют, что происходит и какая у России цель? Цель это как всегда Киев, поэтому они обходят ее. Киев идут, там сильная, поэтому хотят обходить, тем самым логично, что будет хорошо заходить в публике Киев. Пишите свои комментарии, тем более я сейчас зайду и почитаю их, чтобы мне было легче ориентироваться, а еще до БАС и Луганск, ДНР и ЛНР, там как-то утихла эти новости, скорее всего там что-то там, сепар война сложная, некоторые войска переходят на флаг, некоторые отступают, там свои дела. Ну в общем, ух ты, ночь на фронтах, сводка, контровка ВС, еще там у нас ракетные удары, да, кстати, ракетный удар, который сейчас в Харькове бомбят, это капец, я вспомнил точно, точно в Харькове там у нас бомбят достаточно хорошо. Это столица, потом уже Киев, а вот Киев там мощная защита, поэтому не ждут, и в общем-то 53 британца, украинские 53 британца, польских татаров, кроме того, говорят об убийстве. Подожди, как он так быстро говорит, что я не успеваю его изучить. Просто проснулся, он сразу в 3 часа начал снимать, там вроде бы утром, ух ты. Он спит больше, чем я, меньше, ну, ладно, давай тогда в описании зайдем. Так, ладно. Мой команда серьезных тем для длинных видео. В общем, я тоже на работу длинные видео, как я понял, снимать. Снова в прямом эфире. Украинские политики. Как политики. И там маты. То есть, там и там, а нас политиков. Еще один ролик. Русская армия наступает, Житомир. Ладно, я потом запишу. Так, ладно, я сейчас проиграю, наверное, пару часов. Кидайте на регулярные части с бутылками. Советуют в Харькове. Еще в ВУБ. Значит, военное училище войск. Так, айбут так. Считается безумием. Что за каша у людей в голове? А я о чем? Так, сколько лайков? 300. 89 лайков набрало. У меня ни один рот не набрал пока мистер. Показатели вроде бы. Мне не набрал вообще. Поэтому, друзья, да, а в голове каша у России, у Украины. Но больше у России. Там еще митинги. Поэтому, если доходит до митинга, в военное время, то включайте логику. А если у вас логика не работает, то у вас ноль знаний. Это значит, что нужно срочно изучать какой-то английский язык. Вот язык. Или же учиться обратно. Тогда вы поймете хоть какие-то знания. И по политику даже пойдите и узнаете реально. А то у вас такие будут знания. Лучше, что могли бы делать три варианта, это предупредить или продать вращение бандитизма и мародовства. Мародовства и этих вертолетов, которые сейчас ехали в наш город, Киев, Львов, там, не знаю, там разотихли, сказали, все, армия, не идти туда, потому что у нас храничения, у нас санкции, всякое такое. Ну, в принципе, Россия выстоит. Только вот интересно, с какой скоростью она может окупаться, как и мы. Но мы еще больше, в Украине, ведь у нас там поломано всю Харкию. В нашем городе тоже. Лучше, что могли, так, 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 обчислить работу и доставку продуктов первого необходимого населения. Доставка продуктов первого необходимого населения. Это тоже, кстати, очень важно. Не позволяйте спекулянтам наживаться на беде. Спекулянты, это как будто русские, которые сейчас идут, которые сейчас в Харькове там бомбят, потом у них грабят деньги из банкомата, продукты, потому что Харьков остался без защиты. Продукты там вообще есть, то есть, сами харьковщаны забрали там продукты, поэтому в вашем городе нужно их забирать. Если у вас на война, то сейчас там в Харькове забирают воришки, ну, воришек завелось. Коротко рассказал, вроде бы понятнее, чем он, наверное, так, но он так коротко записал. Россия 8 лет, говорила, что на ДНР и ЛНР нет русских войск, а теперь она там и не только там есть. Разницы чувствую ли те? Тут полетели 78 комментариев и 1200 лайков. Немножко про ДНР, вроде бы рассказал, это Донецк, Луганск, как я понял, не хотят обратно захватить, но тут-то не было. Путин сказал, давайте заходим полностью к Украину, а эти хайли пойдут кусками захватить ДН области, Луганск, Донецк, и тем самым, сейчас я покажу карту, что это ошибочная стратегия Путина и Российской Федерации. Так, это будущая карта, вот будущая карта, грубо говоря, Донецк Луганск по Украине отрежет будущее, пока мы живем одним днем, пока не так все это будет. Если все это будет, то понятно будет. Ну, вы знаете, как тяжело там ловить. Там крышок, кстати, платит. Если нет денег, то, в принципе, есть идея. Так, ладно, у нас новая карта, сейчас нам надо ее открыть. Ага. Вот. Посмотрите внимательно, блин, сори, наверное, я сейчас включу графику. Наверное, слишком мощно. Вы запомните это все, картиночку, потому что это вам запомнится еще на долгое время. Вот, Донецк, Луганск. По пускам туда-сюда идут. Даже Крым начали идти. Зачем Крым начали идти? Я не хочу полностью Украине захватить, отомстить. А Донецк Луганск ставить Украине, да? Ну и Крым оставляйте. Так, типа того, Зеленский намекал. Потому что сейчас Евросоюз, уже дух поднялся, боевой дух. Так что Россия тут сейчас проиграет из-за того, что они не захватили Донецк Луганск. Они могли это сделать. Польша армии там. Ну и так были бы. В общем-то... И они так были. Можем было, наверное, договариваться. Но не договорились, в принципе, да? Так, а-так, кто-то войска. Так, так, так. Ладно, картинки с вами посмотрели. Дальше идем отвечать на комментарии. Это как-то вот. Под этим комментарием. Думаю, вы Харьков и Николаев Пахало. Ладно, забейте. На разницу спасибо, Рэв. Харьков и Николаев. Я не понял, Херсон. Вы забыли про Херсон? Вы знаете, что Украина входит в Херсон? Да, захватил Россию. Но нет-то было. Украина вернула ее. Граждане бороются. Отвоевывают. И надо тут говорить, что они же до Николаевны дошли. А Херсону нам просто поплевали. Да, они там тоже поплевали, правда. Но они идут в Киев. По-моему, не делал. Но Николаев мощная штука, защита. И все города, и Криптовалкород, и Криправницка. Лучше, наверное, Хайдут через Беларусь, так как помню. Но нет уже, там что-то как-то Лукашенко сказал. Нет, хватит. Мне сейчас будут тоже санкции. Боится, короче. Лукашенко, как я помню. Этот, который сейчас просто, кстати, не вошел. А, сука, ну, допустим, сидит. Я вот не понял, а. То есть можно вообще 8 лет, 8, 10, 12, сколько угодно вообще сидеть. Так его не свергли? Лукашенко, смотрите, значит. Ух ты, показывал карту. Даёт, даёт, даёт. Так, ладно, Лукашенко, покажи. Есть образование в Винске, скорее всего. Так, 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 так. Ладно, карту покажи. Какая-нибудь карта хочу. Ну, вот он показывает. Николаев попал до Крыма. Разрыв. Даже показывает, не захватывает. Вот, блин. Полностью Украину хотят. Блин. Так, я вижу старую карту, но, в принципе, встретим. Вот ваш Николаев. И тын-тын-тын. Тын-тын-тын. Наверное, слишком у меня яркая яркость. Это у меня плохо. Да, они хотят полностью Крым захватить. Ну, и получается, вижу, что вот так это всё будет. Ага. Окей, но если вступит в Евросоюз и НАТО, то будет им крышка. Такое мне интересно, Лукашенко. Сколько лет у власти? О. Сколько? Тихо-тихо-тихо. Сколько лет у власти? Только это не сейчас получается. Бессмертно, блин, а? 27 лет. Не понял ещё. Сколько лет, блин? В каком году родился Лукашенко? Не надо. Давайте узнаем, давай. Так. Ну, я понял. Он король. Он король своей белорусской фракции. Я понял. И он не против, что А4 будет за ним играть. Вот это я попал с королём. Это сильный человек, кстати. Ну, в принципе, если у короля, грубо говоря, ты виноват Лукашенко, то, в принципе, Беларусь отойдёт. Поэтому, друзья, сразу идём в Беларусь. Митинги. А, фигня, да. Тогда вариант санкций. Хайп уже санкций, потому что, если санкции будут на Беларусь, то Беларусь идёт. А вот у Путина... Давайте узнаем, а что у Путина? Он миром властвует. Вот, блин, только миром думают. В принципе, они другие люди. Значит, король Беларусь. Грубо говоря, Россия, вот у нас, любит нападать. Вот так будет легче, мне и вам. Вот, поэтому... А вам нужно остановить Беларусь сначала, а потом уже и в Россию с санкциями и всякими штуками. Потому что это не дело. А то, если Беларусь и Россия, то это фигня полная. 2 на 1, 3 на 1, 4 на 1. Хотя бы 2 на 4, 2 на 3. Так, 27 лет, только я не пойму. Говорят, что будет перерыв, перевыбор. Почему у нас все власти? Так что нечестно вообще. Народ, просыпайтесь. Беларусь и русские. Если вы за кого-то полосуете, то выбирайте правильно, почему снова за Лукашенко полосуете. Я этого не понял. Лукашенко установил в Беларуси автоматический режим правил с использованием администрации ресурса на выборах расспросами в отношении правительства, режима РУС, Беларуи, ЛОРО. Ограничение свободы, СМИ и ТНД. В 2021 году использовался Катуринский, у нас у большого человека года в области. Так фигня какая-то. Я вот не пойму, а все президенты, где? Лукашенко, там, Беларусь, президенты. Беларусь. Все президенты. Сейчас узнаем, где все президенты трусами. Она нужна, что ли? Я вообще ничего не знаю, что это такое. Сколько в Беларусь жила? В 1988. Живучий, блин. Так, президент в публике Беларусь. Опа, она должность занимает с 1974 года. Черт, блин. Что-что происходит там, а? Как так, блин? Столько лет живет, а? Приметки. О. Так я не понял. Реально, что у Каши там так много сидит там власти? Это фигня полная, эй. Почему в США у нас меняется? И да, там сожалеет об этом. Это опыт. А там нет опыта. Это просто идет своей дорогой. А если люди сойдут, точнее не сойдут с ними, это хорошее было сойти с другой, чужой дороги. А если с чужой дороги будут идти с Беларуси в Лукашинске, а в А4 ушел, если вы любите А4, то сразу уходи с дороги в Лукашинске. Хорошее время было понятно. Президент Беларуси с 1079-го. Сталин Шевчанский Сталин Сталинович. Я что-то еще не понял, кто сейчас президент. 11-й президент. Хорошо, 12-й кто? Хорошо. Почему только один показывает? Хорошо. Кого угодно? 1904-го. До него. То есть, грубо говоря, 3 года. А Лукашинка? Я вообще не понял. Лукашинка. Я смотрел, кстати, ролик, но он не сказал ни слова про Лукашинку. Он снимает ролик. Он приведет такие слабые. У него А4, как это слабые. Так, мне же срочно его погнать. О, и 2020-го года. То есть, он побил в 2020-м году, что ли? Что, напиши на Киндар, чтобы не вводить в курсы. То есть, что-то я вообще не понял. 4, 3, 5, 5 раз подряд. 6. Вау. А можно мне тоже так 6 раз подряд? Сколько там по годам? По 5 лет. А там по 3 было, я помню. Что-то по 4, по 5. Какая-то дырянь происходит. Сын Беларусь, Лукашенко определился по пост президента на выбор. А там что, вооруженный, ага, понял. Да, у него пока не спять. Это много. Так получается, сколько ему осталось уже 2 года. Грубо говоря, половина. Поэтому, есть шанс его свергнуть. Сверхните его, а то реально он 5 лет там. Ух ты, это же хорошо. Тут уже можно королевство, блин, строить. И нападать на Украину. Потому что король Беларусь, можно так сказать за него, почему бы нет. Хочет землю. Он уже уста. Стреть А4 в развлекушке его. Машины кататься, всякое такое. Пора уже захватывать. Земля это хорошо, он говорит. Обманывал, конечно же, Гордона. Остановите Беларусь, пожалуйста. А потом уже остановите этого президента. Это вам совет. Я пытаюсь вам донести информацию, в принципе. Ролик снимаем. Могу, кстати, телеграм. Я, в принципе, создавал телеграм, пока местами один. Пишите, чем я могу помочь. Дома сидим. Замогранизуйтесь. Телеграм задаете. Или давайте у меня задаете, чтобы было легче. По закону Лукашенко вспомнил об украинских ракетах на границе с Беларусью. Так они у всех, блин. У вас тоже. И в России. Что за дрянь? Так, я понял, полную дрянь. Так, я сейчас не буду играть. Что за... Два на одного. Сначала остановите Беларусь. Потом уже говорите про Путина. Путинские люди. А то сейчас Россия и Беларусь будут вместе. Так, если вы верите в Путина, то давайте без Беларуси. Если братья, братья, брата, брата, точнее братья, сражаются против братья, это нечестно. Если все же вы брали братья, то Украина с вами. Если вы будете в Беларуси, то вы предали себе. Вот и все, предали себе. Я очень правильно написал выступ в Нюхене. Наверное, последняя капля у вас года. Холод нет экономики. Я вот сколько лет выехал в Польшу. Со семьей миллиона уезжает. Зато ядерные державы строят НАТО. С Украины, наверное, уже от Польши. Окей, вы уже идите. Блин, как я жду твоих новостей. Не пропадай, надо. Боимся за тебя. Окей, бойтесь за меня тогда давать уже. Все, моя очередь. Тут просто 200 лайков, а у нас уже никогда не доберется 200 лайков. В чем дело? А вот этих роликов, там реально миллион. Уважаемые землянные украинцы, я не могу понять, в каком моменте жизни вы потеряли разум. Точка. Я не понял, он еще обзывается. Вот, блин, можно на него обзаться, а? Вы говорите, что Зеленский молодец. Но мы выбрали его. Вы выбрали Путина. Сколько он там? Пять лет. Лукашенко пять лет. Зеленский один. Как-то он сказал. Включайте разум в себя сначала. Ой, как-то перебор у себя. Отзывается без сопротивления. Все, нападам на вашу страну. Сбежал, не предал вас. Что-то я вообще не понимаю, что он написал. Молодец. Не сбежал, не предал вас. Да, предал он неоднократно. Когда предал землю, поднятие тарифа, поднятие гривны. Беларусь, я не знаю, какие-то санкции, но грубо говоря, там коронавирус у них есть. Он сказал, работа, работать. Поумирали. Беларусь там, поумирали. Это никто еще не говорил. Россия тоже поумирали. Все, дальше. Куда дичь пишет? Вон она на востоке не остановляет нам. Это понятно, потому что вы подписаны на какие-то пудры, их блогеров. Понятно, что вы подписаны на Россию, на Беларусь. Они говорят вам какую-то дичь, честно. Вон, наверное, я переборщила. И это далеко не все. Хорошо, это тоже не все, кстати. Сейчас марсианы пройдут и расстреляют, честно. Такие слова. А вы как, Голкин, идете на верную смерть? Ну, ладно, я бы сидеть дома, рассказывать тогда всем об этом человеке. И подвергайте своей семье опасности. Думайте. Я думаю. Не понятно, что он написал. Без толку он написал. Товарищи, а ведь мы столкнулись с общеврипейским фашизмом. Может потому, что у Беларуси и США, у Беларуси и в России тоже сначала были. Классика фашизма притесняет по национальному признаку принадлежности с определенным отношением к гражданам России. Без суда реквизируют зарубежное имущество граждан России. Товсюду изгнение бедности веры. Девы массовые притеснения граждан России за рубежом. Что это если не фашизм? Фашизм. Фашизм это... Да, у нас фашизм начался. Но если вернуться еще раз в прошлое, то у Беларуси тоже фашизм с народом. У России был фашизм. Ну а теперь начался фашизм. То есть раньше была Беларусь, Украина, потом уже Россия. Но потом считается...